Здарова-здарова пацаны, с вами я Бестик, сегодня разработчики провинции как всегда нас балуют новыми обновлениями, о которых мы сегодня поговорим. Но перед началом данного видеоролика мы как всегда разыгрываем 100 рублей на киви, и их получает вот этот рандомный челик. Отпиши мне указ доказательствами и получи свой приз. А также, если ты тоже хочешь выиграть сотку, то ты должен выполнить 4 несложных условия. А именно, это подписаться на канал, поставить лайк, прожать колокольчик и написать рандомный комментарий. Чем больше комментариев, чем больше шанс на твою победу. Ну а мы переходим к просмотру нашего видеоролика. Ребят, ну что, всем здарова, с вами Бестик, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем обозревать недельный обзор номер 13. И сегодня у нас будет прям годная информация, вот серьезно, этого многие ждали. Первое, это у нас об автомобилях. Команда карпакеров для будущего обновления был сделан праворульный автомобиль Nissan Skyline GTR R34. То есть он у нас был раньше леворульный, теперь он праворульный. Немного еще, ребята, будет обновление, небольшое про Nissan Skyline, о котором мы говорим немного попозже. Параллельно продолжается разработка Ford 150 Shelby 2020. Багажник Ford будет отличаться от багажников других автомобилей. В нем нам впервые задействуют второй подвижный элемент. Вот таким образом у нас это выглядит. Вот такую гивочку нам предложили, и это выглядит довольно все реалистично. Далее у нас показывают, ребят, новый Nissan Skyline. И сразу, вот по-любому, вы сразу заметили то, что тут квадратные номера, о которых мы поговорим немного позже. Далее, ребят, у нас на прошлой неделе на МТА провинцию загрузили скины спецподразделений для силовых структур. ГИБДД теперь могут выбирать скин мотобата, но игроки такие задумывались, а для чего скин мотобата, когда мотика, как самого, просто-напросто нету. И нам команда GST Project сделала вот такой вот годный мотоцикл для спецподразделений. Они у нас добавили модель полицейского мотоцикла, и вскоре он появится у всех в ГИБДД провинции. И, ребят, это довольно круто, мне кажется, этого стоит ждать. Наконец-то у нас ДПСники будут нормально догонять преступников. Подрезать, кстати, мотоцикл можно, не знаю, для чего я это говорю. Ну, и так, сейчас огромный автопарк у ДПСников, но, может, это как-то разбавит. Пацаны вообще писали, типа, добавьте Яос с люлькой. Нормально. Далее, ребят, у нас немного о номерах. В одной из предыдущих недельных обзоров нам рассказали о разработанной возможности смены цвета номерных знаков. Работа над ними до сих пор продолжается. Каждый тип спецномеров будет иметь свой формат текста, идентичный реальным прототипам. Посмотрите, как будут выглядеть спецномера. Вот таким вот образом, ребят, у нас выглядят номера. В принципе, довольно круто. Там для таксишек, получается, для ментов и для военных. Довольно все круто. В реальности на некоторых старых моделях японских и американских автомобилей висят необычные двухсторонние номера. Такие знаки тоже будут добавлены вместе с грядущими обновлениями. Как я вам уже говорил, вот у нас Nissan Skyline и квадратные номера на провинции. Вот за это можно реально похлопать хоть какое-то разнообразие. Далее, ребят, об обновленном интерфейсе. Нас оповещают о том, что разработчики усердно работают над тем, что визуально провинция выглядела интереснее и понятнее. То есть, сейчас у нас обычные менюшки F1, F2, F3 и так далее. Они у нас из обычной МТА. Теперь же у нас делают радиальное меню. Ну, не радиальное меню, а меню для персонажей, о котором сейчас немного попозже я вам покажу, поговорим. Сейчас ведется разработка абсолютно нового меню игрока, имеющегося сейчас на проекте, выглядит довольно уныло, как я вам сказал. Да информации из него получить можно мало. Наравне с неистичным видом оно неудобно в использовании. Новое меню игрока будет удовлетворять все потребности получения информации. Вот таким вот образом просто-напросто выглядит новое меню. Оно у нас, получается, будет подключаться на F1, скорее всего. Тут статистика персонажей. Ребят, тут очень много крутой информации. Также имеется навигация по городам. И также у нас тут имеются другие пункты, которые нам не показали. Это связь с администрацией. Это репорт, получается, список команд для новичков хорошо подойдет. Правила сервера. Ну, естественно, которые нужно прочитать перед тем, как заходить на провинцию. Ну, перед тем, как играть, можно сказать, донат и помощь. Ну, думаю, тут все понятно. Помощь это у нас тот же самый вопрос с хелпером. Далее, ребят, у нас немного о седьмом сервере и ребалансе работ. На этой неделе у нас запускали новый седьмой сервер МТА провинции. Запуск, хоть и сопровождался некоторыми техническими проблемами, но оказался ошеломлительный. Сервер был завид под завязку за первую минуту после открытия. На следующий день после открытия сервера был поставлен новый рекорд по онлайну на проекте 5200 человек. Ребят, также немного скажу, то что этот ролик я снимаю в 4 часа ночи, так что не судите строго, я уже снял 3 ролика и серьезно я устал. Одновременно 5200 игроков играли на провинцию. Мы долго и усердно шли к этому моменту. И наконец настал час, что искренне поблагодарить вас, любимые игроки. На седьмом сервере у нас был запущен новый тестовый ребаланс работ. С новой системой заработок зависит не от самой работы, а от игрового уровня персонажа. Значит, можно будет работать на той работе, которую вам по душе, не переживая о низком заработке. Он будет расти вместе с повышением уровня, повышением, повышением. По ходу тестирования вносится много поправок. За первые дни мы сделали уже 59 различных изменений, связанных с балансировкой работ на седьмом сервере. Это далеко не окончательная цифра. Правки продолжают вноситься. О релизе тюнинга. Самое, самое интересное. На этой неделе нам доделали последнюю функцию, запланированную к релизу первой волны тюнинга. Смена дизайна боковых покрышек. Всего будет доступен 21 вариант, а также возможность нанести свою уникальную надпись. Выглядит будет это так. И вот так вот у нас показывают разработчики, каким образом это будет выглядеть. Можно будет настроить 21 колесо. Ну, 21 вариант. В принципе, можно будет подобрать, но не знаю, типа на провинции не так уж и много маслкаров. Для чего вот эти вот надписи на покрышках, типа я фиг знает. Самое интересное. Мы находимся на финишной прямой. Космический тюнинг будет релизнут уже 29 апреля. Осталось совсем немного. Ребят, вы понимаете, что это значит? У нас уже релизнут тюнинг на ПТА провинции. И команда GST Project, как всегда, нам желает удачи на сервере провинции. Так что, ребят, вот такой ролик у нас получился. Обязательно прожмите лайк, подпишитесь на канал. У нас уже почти 6000, за что вам огромное-огромное спасибо. Я вас очень всех люблю. Всем удачи и всем пока.